Значимые даты каждый год на Брещне уделяют особое внимание. Проводятся встречи, конференции, организовываются круглые столы. 2014-й не стал исключением, тем более, что дата юбилейная. В Техническом университете города Бреста прошла встреча, посвященная 75-й годовщине воссоединения Западной Белоруссии и БССР. Сегодня в стенах учреждения образования говорили об одном из поворотных этапов в истории белорусского народа, о сложенствах того времени и о нелегких судьбах белорусов. Я просто вспоминаю еще свою бабушку, вспоминаю своих родителей, которые закончили польскую школу, как они говорили, бабушка, которая ждала, когда они в конце концов будут в Белоруссии. Потому что на тот момент, конечно, это были тяжелые времена, и для них было важно. Сейчас много споров идет вокруг этого события, но все-таки я считаю, что люди, которые после воссоединения за такой короткий срок, до начала Великой Отечественной войны, приняли вот этот момент и считали себя советскими гражданами, значит, они этого ждали. Естественно, мы будем обсуждать тему 75-летия воссоединения, говорить об истории, какие были трудности, какие были успехи, к чему мы пришли, чем живем сегодняшним днем. Как важно помнить об исторических датах жители нашего города хорошо понимают. Поэтому мероприятие по случаю воссоединения Западной Беларуси с БССР собрало большое количество гостей – представителей общественных организаций, педагогов и студентов. Участие их в этой встрече – доказательство того, что в нашей стране к традициям относятся с большим почтением. Сегодня, 16 сентября, будет проводиться круглый стол на базе технического университета. В нем примут участие представители различных общественных объединений, но главные организаторы – это сотрудники технического университета и главный организатор – это председатель первичной организации технического университета Миссиюк Виктор Сергеевич. Естественно, мы будем обсуждать тему 75-летия воссоединения, говорить об истории. 17 сентября – памятный день воссоединения разделенного белорусского народа. Именно благодаря этому события жители нашей страны получили возможность развивать государственность в рамках единого национально-территориального образования. Сегодня миролюбивая Беларусь бережно относится к своей истории. Это касается и представителей молодого поколения. Мы должны об этом помнить, мы должны об этом говорить, мы должны об этом напоминать молодежи, потому что, да, это важный исторический момент в жизни нашей страны. Это должно происходить, должно происходить ежегодно, должно происходить постоянно, для того, чтобы мы помнили об этих моментах. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.